Приветствую вас, решил дать несколько более подробный ответ на ваш вопрос, ибо вопрос вы задаете все-таки специалистам моей сферы, коим являюсь я, поэтому я решил ответить вам несколько более подробно. Итак, как я отношусь к эзотерике? К эзотерике я отношусь, на самом деле, как и к любой сфере, положительно. Я могу относиться к ней лично, как угодно, да, потому что, ну, у всех свои взгляды, у всех свои представления, у всех свое мнение, но я знаю, что эзотерика находит своих клиентов, что именно спрос рождает предложение, а не наоборот. Вот, и если эзотерики до сих пор есть, значит, люди этим пользуются, значит, это кому-то нужно, и, соответственно, есть люди, которым лучше обратиться к эзотерикам, есть люди, которым лучше обратиться к психологу, в зависимости от их мышления, от их характера, от их индивидуальных особенностей, и поэтому мне кажется, что большое количество специалистов позволяет обхватить больший круг клиентов и помочь большему количеству людей. Вот, а далеко не все люди захотят работать так, как работают психологи, далеко не все люди захотят с себе разбираться, вот, так что тут история такая. Дальше, в каком случае надо обратиться к психологу, а в каком к эзотерику? Ну, смотрите, тут на самом деле история такая. Я, опять же, не очень понимаю, почему вы задаете этот вопрос психологам, да? То есть, как бы, я как психолог мог бы сказать вам, в каком-то случае нужно обращаться ко мне, например, да, к психологу, но я не могу сказать, в каком-то случае нужно обращаться к эзотерикам, потому что я не эзотерский, вот, но, исходя из практики, исходя из опыта, я могу сделать следующий вывод, что к эзотерикам люди обращаются тогда, когда им не нужно разбираться с субъективной стороной, то есть, когда у человека проблема, но он не хочет разбираться с субъективной стороной, то есть, с собой. Вот, человеку просто нужно решить проблему, неважно как, вот. А, человек не интересуется вопросами контроля. Человек не интересуется вопросами управления, да, потому что эзотерик для него это делает сам. То есть, эзотерик помогает человеку, да, решить свою проблему, значит, ну, по принципу спаситель. То есть, эзотерики спасают людей. А, психологи, они людей не спасают, они делают самих людей, самих клиентов своими собственными спасителями. Вот. Учат людей помогать себе сами, себе, себе, сами, самим. Кому-то это подходит, кому-то это не подходит. И именно потому, что кому-то это подходит, кому-то нет. Есть и психологи, и эзотерики. Хотя, на мой взгляд, психология и эзотерика – это две разные, очень разные сферы. И, как бы, сравнивать это, это нельзя. Сравнивать и как-то соотносить это нельзя. Дальше. Ситуация такая. У человека проблема. Не ясно, почему так происходит. Обращается к целителям в реальности с вопросом, что со мной. Ну, смотрите. Здесь история такая. Если этот человек – вы, то вам нужно так и сказать, что этот человек – я, что вот у меня такая проблема, да, задать вопрос в раздел «Психологии», там вам ответят. Вот. Если человек не вы, а человек другой, то с точки зрения психологии мы не имеем права ничего говорить, потому что профессиональная этика запрещает консультировать людей через третьих лиц. То есть, консультация должна быть напрямую. Так, и, значит, обращается к целителям с вопросом, что со мной, а чем обусловлен выбор именно целителям, почему первый выбор падает на целителя. Отвечает «Порща негатив», ну, правильно, целитель видит то, что он видит, правильно, целитель, если это целитель, он и говорит, что порща негатив, да, все правильно. Ага, последний целитель снимал, возвил в святое место, не по результатам, все так же. Ну, не каждое святое место, насколько я знаю, может помочь человеку. То есть, не каждая порча снимается одним святым местом, то есть, для разных видов порчи, с точки зрения целителей, да, нужны разные святые места. Вот, с другой стороны, по результату, там тоже, как правило, идет обговоренность, да, то есть, в течение какого времени результата, да, что делать для того, чтобы результат появился. То есть, человек, как вот сказал мой коллега, да, Кудрючевов Игорь Леонидович, а человек должен делать что-то сам, еще, еще. Вот, другой просто говорит, другой говорит, порча, просто диагностика была уже, вот, да, значит, не помогло. Спросилась на сайте, тоже говорят, негатив есть, снимать надо, сына такая. Так, недавно обратилась к психотерапевту доктора меднаук, так это у вас проблемы, или у человека, мне очень понятно. Он сказал, невроз, депрессия. Ну, так правильно, правильно, каждый видит проблемы свое, каждый видит проблемы свое, по сути, это одно и то же, только, я думаю, называется по-разному, по сути дела. Вот, лечить медикаментозно желательно, либо сходить к психологу еженедельно. Ну, да, это так работает, так получается, так получается, в данном случае, не надо было искать причину через эти эзотериков, нет, почему. Причину через эзотериков, искать не то, чтобы не надо было, можно было, можно было. То есть, одно и то же, один и тот же симптом, каждый специалист видит по-своему, эзотерик не может сказать, что это невроз, это депрессия, потому что для эзотерика таких понятий нет. А психолог не может сказать, что это порча или негатив, потому что для психолога понятия, такого понятия, как порча, нет. Негатив есть, а порча нет. Понимаете? Вот и все. Наверное, поэтому не было результата, нет, результата не было, не поэтому, результата не было, потому что человек сам не готов еще что-то делать для того, чтобы эту проблему решать. Тогда, так когда и к кому обращаться? Когда? Вот интересный вопрос. Это вам решат, когда и к кому обращаться. Вот, как правило, с эзотериком обращаться дешевле. Ну, в том смысле, что эзотерики помогают за меньшее деньги. То есть, они могут, там, грубо говоря, взять, там, 10, 10, ну, условно, да, 10 тысяч за обряд, условно, вот. Один раз это сделают, и все, вот. А в психолог вы будете ходить неделю, каждую неделю, вот, и это будет по деньгам больше. То есть, тут решает каждый сам для себя. Кому-то ближе наука, научный подход, кому-то ближе, вот, эзотерический подход, да. Вот, то есть, здесь каждый сам для себя определяется. Так что, то вам решат. Никаких, тут, универсальных рекомендаций нет и быть не может. Как на языке психологии будет называться негатив? Негатив – это депрессивное состояние. Негатив – это отрицательные установки со знаком «не». Ты не сможешь, ты не сделаешь, у тебя не получится, ты не красивый, ты не умный, ты не умелый, ты не-не-не-не-не-не. Вот любая, любой, любой смысл со знаком «не», да, любое отрицание – это и есть негатив. Карма, карма. Как я уже сказал, карма на языке психологии – это родительский сценарий. Родительский сценарий, вот вы тут спрашиваете, да, что это значит родительский сценарий. Родительский сценарий – это мысли, установки, взгляды, правила, понятия, паттерны поведения, то есть, ну, готовые шаблоны поведения, взятые человеком, взятые человеком из родительской семьи. Грубо говоря, вот просто в качестве примера, да, приведу, грубо говоря, если в семье мать говорит ребенку, веди себя хорошо, да, веди себя прилично, но сама при этом, даже придерживаясь приличной модели поведения, делает это с негативом, с принуждением, с какой-то надринностью, с недовольством, то ребенок, чувствуя недовольство мамы, будет наоборот вести себя неприлично, потому что он, ребенок, ребенок, повторюсь, ребенок, не взрослый человек, ребенок думает, что он ведет себя так, как в глубине души хочет его мама, потому что у детей еще не развита, вот история, да, как надо, там, правила этики, правила поведения и прочего. Вот ребенок удается в это. И если мама его ругает, ребенок, ребенок расценивает это, как внимание, по отношению к себе, как проявление внимания, по отношению к себе, проявление любви, по отношению к себе, особенно если мама никак не реагирует, когда ребенок ведет себя правильно, никак не поощряет его, вот, и он по жизни будет вести себя именно неприлично, собирая негативные реакции людей на себя и таким образом удовлетворяя свои потребности в любви, ну или в поглаживании. Как это говорил Эрик Берн, вот что такое негативный родительский сценарий, да? Негативный родительский сценарий может проявиться и в определенной установке, которая была либо дана вовремя, в кавычках, либо раз за разом снова и снова повторялась. Ну, например, например, приведу такой пример, ну, хрестоматийный достаточно пример. Значит, встретились три подруги, да, три женщины. У одной женщины есть ребенок. А этот ребенок, значит, сидит, играет, ну, рядом с ними, вот. А женщины общаются между собой. И происходит так, что одна женщина решает уйти, ну, то есть, ей пора уходить. Она уходит, вот. И две оставшиеся женщины начинают, значит, тут же обсуждать ушедшую. Вот. Вот. Говорить, какая она, там, нехороший человек, да? Вот. Соответственно, как она себя ведет. Ну, плохо, да? Вот. Допустим, допустим. Какая она, вот. Там, странная, плохая и так далее. Вот. Тут эта женщина возвращается. Ну, забыла. Ключи. И девушка ей говорит, так, а, чё цвет, чё цвет, например. А, вот. Правда, что ты, вот такая-така и чё цвета светло. По итогу, а, шёте, вот. подруги, соответственно, тоже, вот, в шоке, и, соответственно, ребенка ругают, а ребенок не понимает, почему его ругают, вот, ребенок не понимает, за что его ругают, потому что он-то вроде бы сказал то, что ешь, да, он сказал правду, вот, и с тех пор, с тех пор девочка начинает игнорировать свои чувства, да, начинает игнорировать свои эмоции, вот, но, когда не надо, когда не надо, она их выражает, она говорит правду, когда не нужна, почему, для чего, вот, ну, для чего она это делает, потому что ее ругали, то есть ей дали внимание, она поняла, что вот так, она может получить внимание к себе, вот, а за правильное поведение, за правильное поведение, ей, видимо, ничего не давали, вот, и у нее появилось такое подспутное желание, да, с одной стороны, доверять себе нельзя, а с другой стороны, с другой стороны, в самый неподходящий момент, да, говорить какие-то вещи, вот, которые говорят не нужно, понимаете, вот это и называют родительские финалы, то есть, мама не говорит то, что есть, лицемерит, но, а и дочь то же самое делает, только дочь делает не так, как мама, вот, а, ну, просто молчит, она, она уже идет дальше, она выражает свои желания, вот, если бы мама объяснила ей адекватно, значит, почему нельзя говорить какие-то вещи, самое главное, если бы, если бы мама вообще плохо про, эээ, подругу бы не говорила, да, вот, то все было бы хорошо, понимаете? Вот так. И поэтому у дочери будут отношения развиваться, ээээ, ну, у дочери будут отношения развиваться лицемерными, да, вот, лицемерие, и у мамы тоже, эээээ, будут они счастливы? Нет, не будут, не будут счастливы. Вот и все. Вот и все. Надеюсь, я помог вам понять эту ситуацию лучше Вот, негативная программа это то же самое Ну, негативная программа это скорее драйвер Про психологические драйверы вы можете Почитать Вы можете почитать и сами все поймете А наложение это не совсем понятно, что вы имеете ввиду Говоря о наложении конкретно Вот в принципе то, что я хотел вам сказать На этом все, надеюсь, что это признит ситуацию Выбирайте по своему вкусу Вот, удачи вам, всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok